Смысл в том, что моя деятельность сегодня, она очень сильно влияет на мою джапут завтра. И поскольку утро — это священное время, специальное данное Богом для всего этого, да, утро вечером мудренее, говорят люди, да, и так далее, или кто там еще. Кто рано встает, тому Бог подает. Шила Пропада говорит, если человек не имеет решенности с утра вставать, он не добьется успеха в духовной жизни. Прямо фраза Пропада. Если человек не имеет решимости рано вставать, он не добьется успеха в духовной жизни. Слова Пропада. Он говорит, это бестолковщина, это будет бег на месте, это будет сложно у человека протекать прогресс. Почему? Потому что он не может серьезно погрузиться во все эти вещи. А днем серьезно погрузиться нам не дадут. Сотовые телефоны, по которым 100 человек спрашивают, как у вас дела. СМСки, рассылки, масса других вещей, гуна страсти. Она просто не даст. А вечером не даст усталость. Все, устал, там агона, хочется сесть, прилечь, расслабиться. Куда им погрузиться, ум отключиться. А джапа, она требует не расслабления. Джапа требует, наоборот, сгущения ума. Знаете такое, да? Вокруг Кришна погрузиться, это наша работа, это серьезная работа. И поэтому вариантов не существует, только утром. А вот эти вот, друзья, телевизор и интернет, они очень так хорошо вечером активизируются. Ночной интернет обычно дешевле стоит, увлекаются вещами. Давай, давай, туда, в ночь, в ночь. Культура тьмы, да? Тьма подешевле. Человек думает, ну раз подешевле, обязательно мне это надо. Это подешевле, значит, лучший человек думает. И все это так, все, потеряли человека. Да? Из этих всех ресурсов нужно выбирать, да, но силы воли не хватает. И человек все, пропал. Иногда люди думают, чем бы время заполнить? Они маятся, да? А это время, это Кришна. Это одна из его форм, кала. И время нам дано для чего? Чтобы мы правильно использовали тело. В духовном мире времени нету. Вернее, есть. Называется чит кала, да. Но она не обладает свойством разрушения. В этом мире кала время все разрушает. Мы знаем принцип творения, поддержания, разрушения. Все идет. Гоно-страсть, благость и невежество, они взаимодействуют. В духовном мире вишудха сатва. Там ничего не творится и не разрушается. Вечное существование. Да. А в этом материальном мире время есть. И люди с этим временем не умеют обращаться. Они ни с чем не умеют обращаться. Ни с пространством, ни с деньгами, ни с элементами, ни с чем. Люди, бестолково, простите, не обученные, да? Почему? Потому что нет... Да, да. Одна вещь, нужно понять, для чего жизнь. Когда понятно, для чего жизнь, тогда будет понятно, для чего времени. потому что жизнь наша во времени. Но если я не знаю, для чего жизнь, возникает вопрос, для чего времени, для чего все остальное, нужно одну вещь понять, для чего жизнь, и тогда будет ясно, для чего все остальное, и тело, и время, и деньги, и все остальное. Одну вещь нужно понять, но люди, они не понимают, у них из разума эта вещь, как это, устранена, нет у нее, да? То есть качество души, они не стимулируются, поэтому, что, сейчас закончу мысль, поэтому пространство, элементы, времени по рублю потрачены на мелочь. Жизнь прошла, а что ты сделал? Да толком ничего, все разошлось по копейке. То же самое, как мы можем тренировать тело, мы можем тренировать ум. И лучше всего тренировать, это что значит? Закладывать в него правильную систему ценностей, реакции, правильные стереотипы поведения. Вот то есть правильное обуждение, это будет тренировка ума. У него нет как бы мышц таких, но тренировка ума означает формировать правильный ум, в котором духовная практика становится естественной и приоритетной. Это и будет тренировка ума. И вот для этой тренировки ума, опять же, утро – это самое лучшее время, благости. А ум – это благость. Ум – это благость, из которой рожден ум. В третьей песне Шимадбхагава там сказано, что Аханкара под влиянием гуни благости рождает ум. Сатвика. Ум по природе хороший, благостный. Он хороший ум. Но контактируя с материальной природой, он испортился, попал в дурную компанию. Приобрел кучу, курить научился, да, и все дальше, да, к людям. И фактически он становится врагом самого себе. Да, и практика означает это очищение и формовка. Когда мы читаем, учимся, работаем, анализируем, это все формует наш ум. Правильные ценности. Мы читаем о жизни не каких-то там проходимцев, а мы же читаем о жизни святых людей, как их жизнь строилась, к чему они пришли, какие трудности у них были. И в конце концов мы читаем об их духовной победе. Когда Друа Махарадж, Прохлад Махарадж, да, когда они в конце концов достигли вот этого духовного совершенства, мы читаем об их духовном пути, об их духовной победе. И вот это все происходит только тогда, когда ум стал чистым, когда ум стал натренированным. И это, для этого нужно время. Не то, что время на джапу, смотрите, это культивирование своего тонкого тела в правильном смысле. Потому что тонкое тело это что? Это то, что связывает душу с физическим телом. Что нас связывает с нашей машиной? Да ничего, кроме документов и чувства собственности. Мы же не машина. Смотрите, если у нас есть машина, то у нас есть чувство собственности и какие-то документы. Вот и все. Документ такая штука, можно потерять. Документы кто-то может украсть. Если у нас есть чувство собственности, мы говорим, эй, эй, моя машина, ты куда потащил? Что-то тонкое связывает нас с машиной. Но, да? Что нас связывает с физическим телом? Это чувство собственности, это мое тело. Оставьте меня, что вы лезете в мою жизнь. Да? То есть, смотрите, это тонкое тело связывает душу. Вот это чувство обладания с материальным. Его нету. У меня были миллионы других тел. Где это чувство собственности к другому телу? Где? Где моя регистрация других тел? Где документы на другие тела? Нету. На это тело есть регистрация. Паспорт я хотел взять, не взял. Маленький ребенок, свидетельство о рождении. Маленький, да, ребенок, большая штука. У взрослых маленький паспорт, а у детей большая штука такая. Вот так сказать, да? Недавно. Вот это право на тело. Как доказать, что вы это вы? По бумажке. В бумажке написано, что вы это вы. Свидетельство о рождении. Паспорт. Такой-то родился. Папа такой, мама такая, да? Там-то родился. Все. На бумажке. И бумажка это мое свидетельство на тело. Но в строгом смысле слова это такая тонкая смысл. Не было бы вот этого ума, который скрепляет вот эту душу и физическое тело. Не было бы привязанности к этим вещам. Так вот в уме должно проявиться ощущение обладания другим. Мы говорили об этом состоянии мамата. Кришна, ты мой. Душа должна через очищенный ум почувствовать право или вот эту свою внутреннюю родственную связь с Богом. Вот это интересненький момент, да? Итак, тренировка ума означает медитация на определенные изменения. Духовная жизнь означает изменения. Вообще жизнь любая это изменения. Просто в материальном мире люди боятся изменения. Сейчас что-то подорожает опять. Законы ведут, да, рубль вообще рухнет. Вообще люди боятся. Материальный мир идет своим чередом. И не на все мы можем повлиять. Но духовная жизнь это единственное на что мы можем повлиять. Здесь процессы более-менее нам подвластны. Я могу что-то сделать со своим вожделением, гневом, жадностью. Я могу, да? Это мои материальные проблемы, где я могу. У меня есть силы, у меня есть возможности и желания. Я могу что-то с этим поделать, да? Я не могу поменять, воздействовать на Государственную Думу Российской Федерации, кричать на Путина, глупец, почему доллар так поднялся, да? От этого будет мало толку. Но в себе я могу какие-то вещи поменять. Это реально, это возможно. И это будет тренировка ума. Это будет очищение своего тонкого тела. Итак, мы с вами строим в уме определенную программу, как нам жить, каково наше духовное будущее будет. И это очень важно. Что происходит? Как происходит очищение через мантру? Уделим этому внимание. Когда мы концентрируемся на Харе Кришна, Махамантре, то это помогает нам игнорировать иррациональные импульсы ума. Что такое иррациональные импульсы ума? Иррациональные означает неразумные. Давайте. Ум работает на материальных желаниях. Хочу, не хочу, нравится, не нравится — это ум. Это мы знаем, так? И многие вещи, которые мы хотим, они иррациональны. В каком смысле? Неразумны. То есть они вредны нашей духовной жизни. Но мы привыкли их слушаться. Очень просто. Хочу туда. И некоторым импульсам сопротивляться нельзя. Веды говорят, хотите в туалет — сходите. Даже если посреди улицы страха нет. Этим импульсам сопротивляться нельзя. А некоторым импульсам сопротивляться можно и нужно. Потому что некоторые импульсы связаны с тем, что надо поесть, поспать, в туалет сходить и так далее. То есть это как бы минимальная программа, что называется, для нормального функционирования тела. А некоторые импульсы более амбициозные, которые не являются обязательными, им можно и нужно сопротивляться. Итак, сосредоточение на Харе Кришне Махамантре позволяет нам игнорировать иррациональные импульсы ума. Что это означает? Да, что когда хочу, 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 но когда человек концентрируется на мантре, у него происходит отделение от ума. Шилупрапада говорит, я говорю, вы не тело, вы есть дух, ахамбрахмасме. И Шилупрападу спросили, а как понять это, Шилупрапада, как понять? Прапада говорит, лучший способ это понять, внимательно повторять Харе Кришне Мантру. Я не тело, я не ум, потому что в этом процессе происходит реальное расчленение. Душа отделяется от тела, она не является телом, но сейчас она срослась. Вот это как чувство собственности на машину. Вот это ощущение, оно есть, что это виртуальная вещь, чувство собственности, она иллюзорная, но она есть и она сильная. И мы будем говорить, это моя вещь, это мой дом, это мой муж, это моя жена, это мои штаны, мои ботинки, мои тапочки. Вы куда схватили, вы куда ушли в моих тапочках? Вот это ощущение собственности, хотя оно такое, его невозможно описать как таковое, но оно реально в нас есть. Смотрите, и оно диктует многие вещи в нашей жизни. Заметили, да? Обратили внимание, да? Поэтому, когда человек погружается в святое имя, он понимает, что у него есть одна собственность Кришна. Джива и Кришна. Вся остальная собственность, она обсыпется, а если не обсыпется, исчезнет.